Здравствуйте, уважаемые трейдеры! На главной странице сайта брокерской компании в разделе «Новости» регулярно появляется информация о предстоящей экспирации по различным CFD-инструментам. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос – что это и в чем польза для торговли от данного механизма? Для начала нужно отметить, что чаще всего экспирация происходит по так называемым CFD-инструментам. С английского языка данная аббревиатура дословно переводится как «контракт на разницу цен». Помимо этого, CFD является производным финансовым инструментом. Это означает, что цена его напрямую зависит от изменения и поведения цены базового актива. Базовым активом в нашем случае выступает фьючерс, торгуемый на бирже. Теперь давайте разберемся, что же такое фьючерс. Это биржевой финансовый инструмент, который позволяет зафиксировать цену на товар сейчас, при поставке его в будущем. Например, если мы покупаем сентябрьский фьючерс на нефть по цене 45 долларов за баррель, то в сентябре, в момент экспирации, произойдет физическая поставка купленной нами нефти. Причем по цене 45 долларов, то есть по зафиксированной ранее цене. Причем если к сентябрю цена на нефть выросла, то и наш фьючерс мы можем перепродать дороже. Из этого примера следует, что экспирацией называется такой день, в который происходит прекращение торговли по данному фьючерсу, а также поставка товара, а затем открывается торговля уже новым контрактом со следующим сроком экспирации. Например, если экспирация происходит каждый месяц, то после закрытия торговли по сентябрьскому фьючерсу открывается торговля по октябрьскому и через месяц стоит ожидать экспирацию уже по нему. Как следует из ранее сказанного, удерживать долгосрочные позиции при наличии экспирации невозможно, так как каждый месяц или с другой периодичностью будет происходить закрытие сделок и выход на поставку актива, либо прочие взаиморасчеты. Однако в некоторых компаниях, например, Амаркетс, данная проблема легко решается, так как торгуемые CFD базируются на склеенном фьючерсе, основное преимущество которых в том, что можно оставлять сделки открытыми даже при наличии экспирации, и при этом они не будут закрыты. Однако нужно учитывать, что после экспирации инструмент всегда открывается с небольшим гэпом, то есть с ценовым разрывом. Причем этот разрыв обусловлен не напрямую рыночными условиями, так как цена базового актива, например нефти, не меняется, а меняется только цена фьючерса на нефть, так как прежний контракт перестает торговаться, а новый только начинает. Величина этого гэпа не может считаться торговым результатом, поэтому при открытой сделке либо начисляется на счет, либо списывается со счета так называемый специальный своп-пункт, размер которых известен заранее и публикуется на сайте компании. Также если вы войдете в раздел трейдинг условия торговли и выберете раздел таблица экспирации, вы можете увидеть по каждому инструменту в отдельности предстоящие даты экспирации, на которые можно ориентироваться при планировании своих торговых позиций. Подводя итог, хотелось бы напомнить, что в данном занятии мы детально рассмотрели понятие базового и производного финансового инструмента, фьючерса, а также CFD инструментов, и, конечно же, поговорили об экспирации, а также оценили преимущества склеенного фьючерса. Надеемся, данное видео будет вам полезно. Всего доброго!